Бывало ли у тебя такое положение, когда ты плакал, когда ты расстраивался или когда ты злился? У тебя начинается депрессия. У тебя есть проблема, и ты не знаешь, как её решить. Это может быть проблема в семье или вопрос, касающийся детей. Что ты делаешь в этом случае? Однажды пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, сидел в одиночестве и плакал. Он был очень расстроен. У него было чувство, словно нет выхода из этой ситуации. Всевышний Аллах не спослал аят. Этот аят можно найти в суре Аль-Хиджр. Всевышний Аллах говорит. О Мухаммад! Поистине мы знаем, какое стеснение в груди ты чувствуешь, и какое душевное переживание охватывает тебя из-за того, что они говорят, выражая своё пренебрежение, издеваясь и произнося слова многобожие. А теперь послушайте, какое решение для этой проблемы даёт Всевышний Аллах. Он исцеляет боль пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, и помогает ему избавиться от депрессии и беспокойства, которое его охватило. Всевышний Аллах не спосылает ему суру, которая поможет исцелить любую боль и решить любые проблемы. Эта сура дарит надежду, а именно, имеется в виду сура Ад-Духа. Эта сура была ниспослана в тот период, когда пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, не получал откровений на протяжении примерно шести месяцев. Это было очень тяжёлое для него время. Он испытывал чувство, словно Всевышний оставил его. Итак, Всевышний Аллах не спослал первый аят этой суры, а затем и второй аят. Всевышний Аллах клянётся временем, а точнее сначала утренним промежутком, а затем ночным. Наступает тишина, и её темнота окутывает всё вокруг. Это самая глубокая часть ночи. Следующий аят. То есть Всевышний никогда не игнорировал пророка, алейхиссаляту ассалям, не оставлял его одного. А затем Всевышний упоминает другой момент и говорит, «Я не возненавидел тебя, о Мухаммад, нет никакой проблемы между мной и тобой». И в этот момент пророк Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, начинает испытывать надежду. Так начинается исцеление от печали. Это первый шаг. Первое, что нам нужно осознать, прежде всего, Всевышний Аллах никогда не оставляет нас. Он всегда рядом. Затем сура продолжается. Всевышний говорит, поскольку он желает подарить надежду пророку Мухаммаду алейхиссаляту ассалям, и также он желает подарить надежду каждому из нас. И он говорит, Это великий дар Всевышнего. Он дает нам надежду и, по сути, говорит нам, «Твоя ситуация, о которой ты переживаешь в данный момент, изменится к лучшему. Все проблемы решатся. С каждой трудностью двойное облегчение». Затем Всевышний продолжает и говорит, «И клянусь, что Аллах одарит тебя добром как в этой жизни, так и в жизни будущей, пока ты не будешь доволен. Ты не будешь иметь никаких вопросов об этом. Ты не будешь иметь никаких жалоб. Все, что Всевышний приготовил для тебя, будет радостью и удовлетворением для тебя». Итак, Мухаммад, алейхиссаляту ассалям, «Не переживай. Не только твое будущее будет прекрасным, но и твое настоящее положение вскоре улучшится. Но в итоге я собираюсь даровать тебе такую награду. Я собираюсь даровать тебе такое положение, которым ты будешь доволен». Поэтому, братья и сестры, когда бы вы не испытывали чувство депрессии, подумайте о своем текущем положении и постарайтесь сделать все, что в ваших силах, чтобы сохранить позитивный настрой, настолько, насколько это возможно». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok